Добрый день! Информационная служба телеродокомпании Гомель протягивает свою работу в эфире. У студии для вас працует Евген Поболовец. 1038 участков для голосования по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Беларуси 6-го скликания утворено в Гомельской области. 40 з'їху в санаторах, профилакторах, домах отпочинку, больницах и інших организациях оховы здоровья. Почас минулой выборчей кампании на Гомельщине было на 32 участки больше. Зменьшение их колькости связано с узбуйнением некоторых участков. Что тысячи инициативных групп по сбору подписов за кандидатов, то их селета зарегистровано 57. Большость претендентов – представники беспартийного блока, а маль третья участка – вылученцы от политических партий. А кроме того, в регионе почалась работа по вызначении представников у склад участковых комиссий, и они повинны быть сформированы не позднейшим за 45 днём до выборов. Как вядомо, вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников Национального схода 6-го скликания стартовало 3-го липеня. Их регистрация пройдет с 2-го по 11-го жнивня, после чего пошнется агитация. Выборы отбудутся 11-го вересня. У Беларусь вертается по-соправдному спякотное летнее надворье, что может повплывать на стан здоровья особных категорий грамадян. Специалисты областного управления ховы здоровья завертаются до Гамильчан с просьбой примать отповедные меры, как наступцы спякотного надворья не повплывали на организм. У спякотное надворье отбывается резкое расширение кровяносных сосудов, упадая артериальный тиск. Это промышает кровяносную систему працовать у тройным режиме, что сказывается на работе сердца. До того, что такое надворье, организм страчивает шмат ваткости, а разом с ее и необходимые микроэлементы, которые вплывают на работу сердечно-сосудистой системы. В этой связи, конечно, я бы порекомендовал всем нашим гражданам Гамильской области, как можно больше употреблять жидкости при температуре 20 градусов и выше, до 2 литров в день. Если эта температура выше 30 градусов, это, конечно, до 3 литров в день нужно употреблять жидкости. С рациона необходимо выключить в острую, тлустую, соленую и венженую ежу, уживать больше молочных и рослинных страв, отмываться от алкоголю. Я бы рекомендовал лицам, которые имеют такие рекомендации, как использовать аспирин с целью разжижения крови, не злоупотреблять этим, а лучше включить в рацион пищу, которая содержит витамин Е, которая содержит эфирные какие-то составляющие, но ни в коей мере не злоупотреблять медикаментозными препаратами. Громадянам, які покутують от сердечно-сосудистых захворваний, уголовная рекомендация – меньше быть на улице. Особливо это тычется дачников. Працовать у огорода лучше ранецей. С 12 и ждать 4-го годин у вогулей выключать знаходжение на улице. Евген Поболовец, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук. Телерадоя компания «Гомель». В целом, сменшение сумной статистики назирается опошнее 3 годы. И все это выник жорстких организационных мер и массовой профилактичной работы. Однако у масштабах республики «Гомель»шина пакуль не у лидерах. На даденый момент, между все, загинувших налишивается у Минску. Беда всех несчастных случаев – это все-таки, подчеркну, чрезмерное злоупотребление алкоголя. Часто происходят случаи, когда компания отдыхает, и товарищи просто не видят и не контролируют, куда делся их приятель. Самое главное, что я могу предложить, все-таки выбирать для отдыха официальные пляжи, которые присутствуют практически в каждом районном центре, городе, населенном пункте. Даречи, супрацовники освода звертают увагу, что усе нешастные выпадки этого года отбылись именно віта на необсталяванных пляжах. Тема чергового выпуска программы «Добрый вечер, Гомель» – уступная гонка 2016. Для тысяч семья почался сам отказанный хвалюющий период. В университетах идет прием документов от абитуриентов. Накольки паспяхова же хары нашего региона сдали централизованное тестирование и як правильно вызначиться с будущей профессией. Якие новые специальности селета пропануе Гомельский державный университет и на что будет зроблен акцент в наступном научальном годе. Про это и многое иншее по договорку в вечернем эфире. А так само, дякуючи чему, майстер тату с Гомеля заслужил первое место на международном тату-фестивале и какая она – телевизийная татуировка. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 19.30 в эфире «Беларусь 4». Сегодня православные верники означают «Пятроу день» або день святых апостолов Пятра и Паула. А Свято-Петропавловский собор Гомеля сустракает «Прастольное свято». На врачистостях побывали и наши корреспонденты. Уже шмот годов Кафедральный собор Гомеля освечены минавиты як храм славных и усяхвальных першаверховных апостолов Пятра и Паула. Минавиты молитвами гэтых заступников города собор во все, навод не самые лепшие для веры часы, заставался у нашим регионе надейной опорой. Выявы апостолов Пятра и Паула на галоному ваходе и на иконостасе православного храма. И наше поклонение им – гэта надея кожного, каб набыть Пятрову твердость и Паулову розум. У гэтый день принято вспоминать житие и пакуты апостолов. Як стверждая Библия, яны больш за інших вушню Христа рупливилися у проповеди ягу заповедзеў. Тому церква называя их першаверховными. Дато ж показывая на день, калі святые можши Пятра и Паула были перанесены у Рым. Отбылась я гэта паде яшы ў 258-м годе. Я хожу уже не первый год, буквально с детства, с бабушкой, с мамой. Всегда это очень радостно. Всегда это торжественное, красивое. Столько много цветов, столько людей. Хрестный ход, освящение. Очень приятно быть и всех поздравить с праздником. Что казаць, горши часы ў житті гэтага храма засталіся ўминулым. И дасть Бог, больш не вернуться. Про гэта молятся ў соборы, про гэта спевают купалы. И сёня Пятрау день заканчувая Пятрау пост. Дорогие братья и сёстры, дорогие друзья, позвольте всех нас поздравить с нашим праздником престольным. Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Они являются нашими покровителями города Гомеля. И мы все сегодня, особенно в этот день их памяти, приходим в кафедральный собор и возносим свои посильные молитвы, чтобы Господь их молитвами защитил нас, защитил каждого, защитил наши семьи, защитил наш город, защитил наше государство, чтобы мы с вами жили их молитвами в мире и благополучии. И Господь был рядом с нами, а они были нашими наставниками и хранителями в этой жизни. Людмила Чарнецкая, Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Тель Родо и компания «Гомель». Стали вядомые команды, которые представят Гомельскую область в республиканском финале детских футбольных споборностей «Скоранный мяч». Наймокнейшие в молодшей и средней взрослой группах вызначились ранее. Ими стали Жлобинские и Житковицкие районы. И вот переможцу выявили самые старейшие футболисты 2002-2003 годов народжения. До этой взрослой группы особливая увага. Белорусская Федерация Футбола удельничает у проекции УЕФА по створению детских футбольных академий. Уже набраны команды стариновитых хлопцев 2000-2001 и 2002 годов народжения на Чарзе-2003. Так что ця перешний «Скоранный мяч» для некоторых юных футболистов может стать трамплином у «Великий спорт». Сегодня мы осуществляем набор. И с 1 сентября начнет функционировать специализированный класс при Федерации Футбола в Академии нашей футбольной 2003 года рождения. Поэтому мы сегодня начинаем просмотр этих игроков, кандидатов. Мы порекомендовали вашим тренерам, вашему региону отобрать здесь на месте и тех лучших ребят, которые проявят себя в областных соревнованиях, привести на республиканский смотр. И тогда при комплектовании 2003 года как раз и будет та картинка, которая нас интересует. Мы заберем все то лучшее, что у нас есть в регионах. А выбирать ее из кого? «Скоранный мяч» Николе не отшивал проблем с колькостью удельников. Наверное, подчас летних каникулов собрать команду для поездки на турнир не з'является проблемой. Команда «Скалинковичу» приезжает на областный этап с «Кураного мяча» на протягу опушных годов практически в неизменном складе. Меняются только взрослые категории, у которых выступают хлопцы. Правда, перемах «Чы» не отрымливается. Спынялися за крок от первого места, однако не глядя, что на это гулять и тренироваться не кидают. Мы уже знаем друг друга лет семь, наверное. Играем, у нас там есть мини-площадка, и мы там все время играем каждый день. На гэтый раз у группе городов футболисты с «Калинковича» финишовали на третьей позиции. Лепшими стали жлобенчане. У суперфинале яны сустрелись с футболистами с Будокошалева, які першинствовали у группе районов. Отрымавши перемогу зликом 1-0, хлопчики с Будокошалевского района будуть представлять Гомельскую область на республиканском финале, який пройдя у вересни. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Гэта инша новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтом выпуск завершенный, у студии працував Явген Паблавец. Усяго доброго и до встречи у эфиры.